Обычная украинская голландка. Внутри только что разогрели 10 килограммами дров. Украинская печь голландка. Замеряем температуру на трубе. Обычные дрова. 10 килограмм дров было за это, не важно. 10 не 10. Важно сколько сейчас будет на выходе. Разогрев уже полчаса она горит хорошо. Какое КПД? Если там ниже 100 градусов, то это почти 95 процентов КПД. Когда мы производим оборудование какое-то и у нас в котле на дровах 180 градусов и мы считаем это хороший показатель. Игорь сколько? Когда мы на производстве производим для линии пенопласта у нас 180 градусов. Когда у нас 180-150 мы отдаем и говорим ну 85 процентов КПД приблизительно. Вася, привет. Выхлоп мерили. Всю жизнь собирал. Выхлоп. Температуру дыма мерили. Пока 104. 104 уже можно экономайзер ставить. Да шучу. У тебя же там вода есть. Экономайзер у тебя есть. 105. 105. 105. 106. В районе 110 наверно останется. За 110 вылезет. Нет, все, 106. 106. Сильнейший показатель, сильнейший. Ну, 107 нарасту, так все хватит. Не могу математически считать, но выше 90 процентов КПД. Выше. Ну, меньше 60 не должно быть. Если меньше 60, тогда идет конденсат. То есть должно быть больше 60. Если построить печь, у которой будет выход меньше 60. Хорошо. Сейчас реально в самой печи измерить температуру? Нет, нереально. У меня нет таких проблем. На глаз. 300, 400? По теории 300. 300. С 300 в 107. Ну, это средняя 300. Средняя при сгорании. Смотря какие дрова, смотря еще что-то. Внутри плавится стекло, внутри плавится алюминий, медь. Там все плавится, но в пламени. А средняя температура сиритовки считается 300 градусов. Ну, это такая теория. Все. Если есть математики среди зрителей, пусть считают.